Партнеры программы. Сеть магазинов Абсолют. Стоматология Дентавита. В эфире первого альтернативного информационного выпуск студии Александр Иванчиков. Здравствуйте! Коротко о главных темах этого дня. ОДН отзовут. ТГХ-14 не будет требовать Сулану-Денцев до начисления за тепло. Предотвратить и излечить. Медики Бурятии обсудили вопрос заболеваемости туберкулезом. Заплатят все нерадужные перспективы повышения кадастровой стоимости земель за круглым столом, обсудили бизнесмены и московские эксперты. ДАЕШЬ ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ ТГХ-14 отзовет выставленные жителям Бурятии счета за донатчислением ОДН за тепло. Такое заявление сегодня сделал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Николай Зубарев. Мы встретились с гендиректором ТГХ-14 Виктором Мясником и договорились с ним, что он это предъявлять не будет. Отзовет и сделает перерасчет. Он команду при мне дал. Все встанет на свои места. Виктор Мясник говорит, что он о донатчислении Чита Теплосбыт не знал. Кроме того, зампред прокомментировал иск, поданный на Чита Энергосбыт по начислениям ОДН за электроэнергию. Здесь пока нет успехов. Напомним, депутаты Хурала обещали взяться за ОДН на прошлой сессии. Тогда наболевшую тему озвучил депутат Сергей Мизенин. ОДН должен быть максимально правильно рассчитан. Я считаю, он не больше 20-30-40 рублей в месяц должен составлять. Но никак не 700 или не 1200 в месяц. Это же понятно, что... И самое главное, страдают бабушки. И страдают малоимущие слои населения, которые получают субсидии из республиканского бюджета за услуги ЖКХ. Правительство Бурятии обещает продолжить оспаривать донатчисления ОДН и все-таки снизить платежи. Насколько и когда, пока неизвестно. И отменят ли уже начисленные суммы, эти вопросы пока открыты. Заплатят все. Бизнес Бурятии продолжает бить тревогу. В конце 2015 года была проведена переоценка кадастровой стоимости земель. Сведения о ней в первую очередь влияют на размер земельного налога. Увеличение одного влечет за собой увеличение другого. С 1 марта, согласно постановлению правительства республики, изменится стоимость аренды и покупки муниципальных участков Бурятии. А с 1 января 2017 года – налог. Но, как оказалось, это далеко не все сюрпризы законодательства. Тему продолжит Глеб Степанов. Кадастровая оценка проходит в автоматическом режиме. Значит, неизбежные оценки. Бизнесмены, которые не согласны с новой стоимостью своего объекта, могут оспорить оценку. 22 заявления о пересмотре кадастровой стоимости поступили в комиссию по досудебному оспариванию результатов определения кадастровой стоимости за 2015 год. 40 заявлений от собственников было направлено в суды. Стоимость 58 участков в результате установлена в рамках рыночной. В комиссию необходимо подавать следующие документы. Это кадастровая справка об объекте недвижимости, правоустанавливающий или правоудостоверяющий документ, отчет об определении рыночной стоимости, положительное экспертное заключение на такой отчет. Далее подается документ, устанавливающий недостоверность сведений. Комиссия рассматривает заявление о пересмотре кадастровой стоимости в 10-дневный срок. По словам Миномущества Бурятии, условия, от которых зависит эта цена, элементарны. Чем перспективнее земля с точки зрения рынка, тем больше она будет стоить и облагаться налогами. В некоторых случаях, согласно новой оценке, кадастровая стоимость превысила рыночную в 7, а иногда и в 10 раз. Увеличение земельного налога для бизнеса незамедлительно скажется на рядовых гражданах удорожанием товаров и услуг. Министерство имущественных отношений в этом вопросе заняло выжидательную позицию, когда мы собирались несколько раз даже у Александра Евгеньевича Щепика. Мною лично было несколько раз высказано, что мы должны, может быть, пойти по пути некоторых регионов Российской Федерации, которые, увидев то, что кадастровая стоимость земельных участков, определенные коммерческими фирмами, выше рыночной стоимости в несколько раз, то некоторые регионы пошли навстречу предпринимателям, обычным гражданам и сами написали свои замещания. Напомню, в январе 2016 года Вячеслав Наговицын подписал постановление об изменении кадастровой оценки земли. Именно от нее будут отталкиваться изменения на аренду и покупка участков у государства в этом году и налоговложение земель в следующем. Орган кадастрового учета и совместное управление средств проводит огромную работу по верификации и гармонизации сведений, по повышению качества сведений. Поэтому, возможно, какие-то единичные случаи бывают, потому что комиссия работает по досудебному оспариванию, заявления принимаются, рассматриваются. У нас есть прецеденты, когда кадастровая стоимость объекта капитального строительства, нежилого здания, была уменьшена с величины с 500 миллионов до 50 буквально. То есть в 10 раз уменьшилась налогооблагаемая база конкретного объекта. За круглым столом обсуждались изменения законодательства в области кадастровой оценки. Опыт регионов в оспаривании кадастровой стоимости земель. Все, что касается кадастр недвижимости, все, что туда включалось, это включалось по характеру заявительному. То есть, если нет заявления о проведении кадастрового учета, о постановке, об учете изменений, то, соответственно, эти данные по инициативе самого органа кадастрового учета, кадастровой палаты либо управления Росреестром измениться не могут. Но главной темой круглого стола стал законопроект о кадастровой оценке, согласно которому кадастровая оценка перейдет в ведение государственных бюджетных учреждений. Это приведет к упразднению Института независимых оценщиков. Если государство готово взять на себя ответственность за качество кадастровой оценки, предложить реальную ответственность в виде того, что по кадастровой стоимости можно будет взять кредит в государственном банке. Например, тогда и граждане, и бизнес будет понимать, что государство не заинтересовано в завышении кадастровой стоимости. Понятно, что такое не устраивает ни бизнес, ни оценщиков. Глеб Степанов, Александр Даукшас. Первая альтернативная. И в продолжение темы сегодня гость нашей студии Юрий Битуев, региональный представитель по Иркутской области, Бурятии, Забайкальскому краю, Республики Саха, некоммерческого партнерства, саморегулируемая организация оценщиков, экспертный совет. Добрый день, Юрий Викторович. На сайте Regulation размещен проект федерального закона о государственной кадастровой оценке. До эфира Вы назвали этот закон, этот проект, точнее, убийственным. Почему он убийственным? Чем это грозит всем нам? Значит, существует определенное положение закона проекта. Ну, отмечу только некоторые из них. Это, во-первых, создание государственных бюджетных учреждений и искоренение оценочного сообщества, которое раньше или до сегодняшнего времени определяет эту кадастровую стоимость. И уход от саморегулирования, уход от некоммерческих партнерств, саморегулируемых организаций оценщиков. К чему это может привести? То есть, кто будет определять кадастровую стоимость, непонятно. Людей, которые имеют специальных познаний в области оценки, их по существу не будет. Значит, как насчитают, так и как подадут в налоговую инспекцию кадастровую стоимость, так и по этой стоимости и будем платить счета. А как сейчас тогда сразу вопрос? Сегодня мы говорим о том, что по многим объектам недвижимости эта кадастровая стоимость завышена, но тем не менее законодатель установил как институт оспаривания, как в досудебном, так и в судебном порядке. То есть, эту стоимость можно оспорить и приравнять ее в размере рыночной или оспорить кадастровую стоимость в размере ее рыночной с учетом индивидуальных особенностей объекта недвижимости, качественных и количественных характеристик этого объекта. Прошедший круглый стол, в том числе, именно этот вопрос был там затронут. К чему пришли? Какая, может быть, резолюция была принята? Да, вот вкратце, в нескольких словах буквально. Значит, ключевые вопросы мы, да, обсудили и вывели определенную резолюцию. Во-первых, это, что кадастровая стоимость, ее природа должна быть рыночной и должна приведена быть к рыночным реалиям. Во-вторых, все недочеты по методологии оценки или государственной кадастровой оценки должны обсуждаться вкупе с органами государственной власти и с оценочным и бизнес-сообществом. Ну и, в-третьих, та база данных, которая дается кадастровому оценщику по земельным участкам должна быть более качественной, ну и чтобы это реально и более полно отразилось на самой кадастровой стоимости. И такой вопрос. Государственная кадастровая оценка к чему может привести принятие вот этого закон, ну вот этого проекта, который сейчас обсуждается, вынесен на рассмотрение? То есть, если его все-таки примут в той редакции, в которой он существует, к чему это приведет глобально на рынке недвижимости, земельных участков? Глобально это приведет к чему? Это приведет к массовому, может быть, и банкротствам, поскольку не будет института оспаривания. Имущественные права, как физических и юридических, так и юридических лиц будут ущемлены, и возможности ее оспорить просто не будет. Каким образом дальше будет развиваться бизнес-сообщество, ну, только вопрос. То есть, фактически, может привести к тому, что раз в три или раз в пять лет будет просто повышаться кадастровая оценка и скажут, ребята, ну, платите по тем тарифам, которые мы вам установили. Совершенно верно. Без вариантов как-то обойти это, оспорить эту оценку. То есть, как того захочет чиновник определенный, да, как он насчитает, так и будет. Ну, пока такие положения отражены в этом законопроекте. На сегодняшний день. Насколько тогда реально принятие этого закона? То есть, вы, как представители вот этого сообщества, насколько вы оцениваете реальность принятия этого закона в том виде, в котором он есть? Или это все-таки проверка такая небольшая? Ну, это далеко не проверка. Сегодня мнения, еще раз повторюсь, депутатов Государственной Думы разделились. Некоторые лоббируют данный законопроект. Многие говорят, что это приведет к упадку всей экономики. Поэтому данный законопроект нужно пересматривать. Спасибо большое. Я напоминаю, что в гостях у нас был Юрий Битуев, региональный представитель по Иркутской области, Бурятию и Забайкальскому краю, Республика Сахани, коммерческого партнерства, саморегулируемая организация оценщиков, экспертный совет, полную версию беседы. Смотрите в программе «Актуальная тема» в эфире телеканала АТВ и на нашем сайте. А мы продолжаем выпуск. Нелегкий вопрос. На сегодняшний день туберкулез легких входит в тройку самых тяжелых в лечении заболеваний наравне со СПИДом и раком. Бурятия занимает 13 место по заболеваемости туберкулезом в России. Продолжит тему Юлиана Дворникова. Бурятия идет в ногу со временем. Выявить и излечить туберкулез легких можно с помощью новых инновационных технологий, которые стали применять в республиканском противотуберкулезном диспансере. В части хирургических видов лечения широко применяются видеоассистированные операции. В части диагностики широкое применение находит такой инновационный метод диагностики. Это применение диагностей теста. Он предназначен для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции у детей. Мониторинг заболеваний туберкулезом ведется в Бурятии с 1994 года. Ежемесячно учитывается количество заболевших. За последние 10 лет показатель смертности у нас снизился более чем в три раза. Если мы в начале 2000-х годов регистрировали 25,5 случаев на 100 тысяч человек, то если умерло больше 200 человек, то по итогам прошлого года умерло 84 человека. Идет значительное снижение. Огромная проблема, которая стоит перед здравоохранениями, это ВИЧ-ассоциированный туберкулез. В Бурятии более 100 больных регистрируется ежегодно. По данным Тубиспансера, лучше лечить впервые заболевших, чем тяжело больных. Если мы излечим больного с чувствительным туберкулезом и стратим около 100 тысяч, то для лечения множественного лекарства настойчивого туберкулеза необходимо застратить на курс лечения одного пациента 2,5-3 миллиона. А для лечения широкой лекарственной настойчивой еще больше. Поэтому наша задача сейчас приоритет это излечить впервые заболевших, чтобы не допускать перехода их в хронической форму и развитие нужного лекарственного стойчивого туберкулеза. Напомню, что больные за разными формами туберкулеза, которые уклоняются от обследования и лечения, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Юлиана Дворникова, Александр Даукшос, первая альтернативная. В Улан-Удэ вновь горел автомобиль. Пожар произошел в железнодорожном районе. В автомобиле пострадал моторный отсек. О других происшествиях расскажет моя коллега Галина Соболева. Две за день. Выходцы из Азербайджана задержаны по подозрению в изнасиловании. Двое мужчин возле ночного клуба заманили девушку в машину и вывезли за город. По некоторым данным, похитители забрали у нее обувь, чтобы та не сбежала. В тот же день они совершили еще одно аналогичное преступление. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Погоня в голливудском стиле. Пьяного водителя пришлось останавливать с помощью табельного оружия. Преследовали лихача по всему городу. Тойота-премия остановилась лишь в районе Соснового Бора. Главным героем боевика стал 23-летний житель Улан-Удэ, гонщика лишат водительских прав. Также ему придется заплатить штрафы на сумму более 30 тысяч рублей. Трехочковый. В сентябре прошлого года Улан-Удэ нец украл у отца инструменты, а попался через два месяца уже на другом преступлении, когда пытался перекинуть гашиш через стену колонии. Подошел к внешнему ограждению справительной колонии, где пытался перебросить сверсток с наркотическим средством на территорию колонии. Однако сверсток не долетел до ограждения колонии и упал на землю возле внешнего ограждения между опорами. По совокупности преступлений мужчина получил пять лет и один месяц строгого режима. Антирэкет. Двое студентов Байкальского колледжа туризма и сервиса вместо денег получили срок. В здании общежития подростки ударили по лицу другого студента и потребовали 5000 рублей. На случай невыполнения условий пригрозили большими побоями. Подсудимым назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с применением ст. 73 Уголовного кодекса, то есть условно-соиспытательным сроком два года. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И коротко о других новостях. Понять и простить. В России хотят ввести детский жилищный вычет и тем самым простить молодым родителям часть долга по ипотеке. Часть кредита по детскому жилищному вычету будет выплачиваться из государственных средств. При этом рождение каждого последующего ребенка позволит семье существенно сократить расходы на ипотечный кредит. Байкал пройден. Экстремал из Бурятии Роман Шелтагачев завержил пеший переход по Байкалу. Туристу понадобился месяц, чтобы дойти от Слюдянки до конечного пункта острова Ярки. Роман выкладывал в сеть фотографии, отмечал местоположение и вел онлайн-трансляции. В ближайшее время он опубликует выписки из дневников экспедиции. Напомню, турист прошел Байкал без выхода на берег. Получила корону и не только. Арюна Бубеева из Бурятии выиграла первый конкурс красоты монгольских народов, получив миллион рублей и автомобиль Хёнде Саната. Конкурс красоты Мисс Монгольских наций 2016 прошел в Ланбаторе. За титул боролись 20 претенденток из Бурятии, Тывы, Калмыкии, Монголии и Внутренней Монголии. И к другим новостям подарили эмоции. Каникулы – это радость для всех школьников, ведь это куча свободного времени, а значит, можно развлекаться и отрываться по полной программе. Однако не все дети могут себе это позволить. Сотрудники Федерального казначейства и Следственного комитета организовали настоящий праздник для детей, оставшихся без попечения родителей. Как это было, смотрите далее. Сальто вперед, сальто назад и другие кульбиты дети выполняли бесстрашно, а главное – в свое удовольствие. Многие ребята из центра «Ровесник» в батутном центре во второй раз, и поэтому акробатические приемы для них не проблема. Ну вот, передние сальто двойное я делала, я вот сегодня только научился. Сегодня научился? Ну, а так все остальные я давно умею. А задние сальто не пробовал еще? Я делал много раз. Ну, а вообще как настроение, как ощущение? Отлично. Целую программу для своих подшефных приготовили и сотрудники Федерального казначейства. Ребята из Кабанского центра помощи детям провели очень насыщенный день и с удовольствием делились впечатлениями. Мы съездили с самого утра в «Еврозону», посмотрели мультик, потом поиграли в автоматы игровые там, потом, ну, съездили в кафе «Облако», там покушали и съездили в роли-дрома, теперь выходим гуляем. Мне мультик больше запомнился, потому что там было смешно. Мне запомнился кинотеатр, как там был фильм, ну, мультик интересный. Там было в некоторых случаях интересно, там грустно было маленечко, и весело было. Как мы катались на роликах, как ходили в музей, конечно, мне очень сильно понравилось это все. Ежегодно приглашаем детей в наше управление, организовываем для них развлекательную программу с угощениями, со сладкими подарками, ну, с тем, чтобы дети почувствовали заботу взрослых людей о себе. Молодые сотрудники стараются вложить себя в данное мероприятие, поэтому в целом это носит такой характер доброго-доброго обмена. В завершение дня всем воспитанникам вручили сладкие подарки, а также провели небольшую экскурсию в казначействе. Очень понравились дети. Они были вначале дать ей зажатые, а потом они раскрылись, им понравились очень автоматы, игровые, когда они катались на лошадях, там, привезированы, да, на автоматах, на автомобилях. У нас такого близкого общения с ними не получилось, но эмоции мы поделились, вот даже они в конце, не удержались, да, вот мы с ними обнимались, поэтому, я думаю, ну, первый контакт был. Следующую встречу с ребятами назначили на 1 июня, в День защиты детей. Теперь уже Кабанск будет принимать гостей. В свою очередь казначей пообещали приехать с подарками. Мы тоже так же, наверное, скорее всего, соберем денежки и, наверное, постараемся купить все-таки то, что они нам заказали. То есть они заказали нам футбольные мячи, бутсы, футболки футбольные. И вот сейчас мы когда были в роледроме, мальчик заказал роликовые коньки. Ему очень понравилось, он хотя бы первый раз катался. Алина Чертарова, Александр Хамаганов, первая альтернативная. Первый всероссийский. В Улан-Удэ прошел открытый турнир страны по спортивному самбу памяти героя-пограничника Николая Петрова. В этом году на соревнованиях можно было защитить звание мастера спорта. Такое право турнир получил за свою многолетнюю историю. Турнир памяти Николая Петрова до сих пор помнят бывшие союзные республики. История соревнований началась еще в далеком 1972 году. Тогда весь Советский Союз приезжал в Улан-Удэ. Но в лихие 90-е история прервалась и высокий статус был утерян. Конечно, как говорим, в лихие или трудные 90-е годы. Было такое, что несколько лет не проводился наш турнир. Потерял свой статус всероссийского, всесоюзного с вручением звания мастера спорта. А сейчас мы его заблудили. В этом году турнир впервые стал всероссийским. Чемпионы соревнований имеют право получить звание мастера спорта России. Мастер спорта дает. И вот этим уникально. Потому что мы всероссийский турнир. Большой турнир, хороший. Опыта набраться. В этом году на ковер вышли более 100 спортсменов из 11 регионов России и Монголии. Но это, уверяют организаторы, еще не предел. Уже в следующем году турнир может стать международным. К нам очень хотят приехать Корея Южная. К нам хотят приехать Япония. И наши бывшие союзные республики, скажем, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. Я думаю, что с этого года он стал всероссийским. Я думаю, что это сразу притянет интерес этих республик. И сейчас пока почему народу не так много. Я думаю, что это все показалось для того, что мы первый раз проводим. Конечно, сейчас все услышат. Я думаю, что народу опять пойдет очень большое количество. Все победители и призеры получили денежные призы. Также награды получили за лучшую технику, волю к победе и отличные судейства. Галина Соболева, Александр Даукшас. Первая альтернативная. Лучшие в России. В 2015 году детская школа искусств номер 3 Улан-Удэ стала победителем всероссийского конкурса 50 лучших детских школ искусств. К этой значимой победе преподаватели и ученики школы провели серию концертов. На одном из них побывала наша съемочная группа. Аккордеоны и баяны, балалайки и мандолины. В этом концерте участвуют музыканты только народного отделения. Именно этим уникален праздник. Школа искусств впервые проводит концерт одного отделения. Этот концерт уникальный в силу одного обстоятельства. Если вы со структурой школы хотя бы немножко знакомы, то вы знаете, что у нас есть отделение народных инструментов, фортепиано, отделение струнное. И сделать концерт одного отделения – это всегда достаточно проблематично, сложно. То есть набрать такое количество солистов, коллективов, чтобы сделать полноценную программу. В концерте участвовали и дебютанты, и уже известные исполнители и коллективы. Ансамбль «Гармоника» под руководством Татьяны Зятьковой – победители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Именно они стали гвоздем программы. На концерте прозвучали классика, народная музыка и современные исполнители. Репертуар пополнился и уже знакомыми мелодиями в оригинальной обработке, специально для этой даты. Это очень значимая для нас победа. И, конечно, она свершилась благодаря усилиям нашего большого коллектива, преподавательского состава школы и, конечно же, усилия наших детей, юных музыкантов и юных исполнителей. И вот с декабря 2015 года наша школа начала серию концертов, посвященных этой значительной дате. Для многих музыкантов это первый опыт выступления на большой сцене, но юные звезды научились справляться с волнением. Я здесь, получается, что первый раз играю с солью и с оркестром. Попал как бы и сам для себя неожиданно, думал, что не попаду. А так мне очень страшно. В рамках празднования также предстоит выставка студии керамики Юрия Грачева. А в завершении 29 апреля на сцене филармонии состоится отчетный концерт школы. Галина Соболева, Александр Хомоганов, первая альтернативная. На этом информационный выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. К великому посту в Абсолюте. Облепиха свежемороженая всего 99 рублей. Мы сдерживаем цены для вас. Абсолют. Стоматология Дентавита. Рада предложить вам полный спектр стоматологических услуг. От детской стоматологии до протезирования на имплантах. Безболезненно, качественно, с заботой о вас. Телефон 33 49 33. К великому посту в Абсолюте. Вареники с картофелем и луком 400 грамм за 25 рублей. Мы сдерживаем цены для вас. Абсолют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова